доброго времени суток уважаемые дамы и господа мы с вами на канале печи камины и александр и сегодня я хочу провести большой тест термоизоляционных материалов здесь будут не все материалы конечно но те которые используются для коробов потолочно проходных узлов те которые используются для коробов печей и каминов различных и сегодня у нас присутствуют следующие образцы на тесте это белая бельгийская плита бельгийского производства то есть импортная плита это плита скамотек датского производства и это плита российского производителя такой кусочек мне удалось заполучить силикат кальция они все толщиной 30 миллиметров идут они абсолютно идентичные такие вот плиты но имеют разный вес при одинаково скажем габаритных размерах имеют разный вес первое что хотелось бы отметить в нашем тесте это визуальные характеристики то есть бельгийская плита на вот такая вот белого цвета датская плита она серая и отечественный аппарат он светло-серый идет такого цвета давайте посмотрим на состояние наши плиты то есть я рукой и и патру близкий плиту то есть она полит полит не особо сильно соответственно труб эту плиту и также остается осадочек отечественный аппарат он самый такой пыльный получается но принцип или на всех идет вот на жорах то есть все достаточно ломкие об этом свидетельствует вот эти транспортировочные верящие то есть механических повреждений эти плиты боятся они не влагостойки они сугубо жаростойки в чем суть теста я буду каждую плиту по четыре минуты греть и посмотрю как нагревается поверхность вот на эту поверхность я буду воздействовать а сзади буду смотреть какая температура вообще по практике могу сказать что такие плиты способны температуру с 600 градусов снизить до 60 вот в общем то но и посмотрим на изменения визуальные на плите и что в общем то получится я вам сейчас продемонстрирую буду засекать я секундомером вот время поможет мне вот такой телефон секундомером и буду воздействовать вот такой вот горелкой где-то от 900 до 1200 градусов температура пламени посмотрим в общем то что у нас получится итак начнем наш тест с плиты российского производства силикат кальция и будем секундомер я запустил так что сейчас все должно сработать попалим ну так вот визуально первое что цвет плита практически не меняет это допустимые такие потемнения идут они больше от того что у нас коптит ну в целом вот посмотрим то плитой произойдет температура достаточно высокая 4 минуты я ее полил нещадно визуальные изменения не произошли немножко посветлела на вот этом вот месте посмотрим температуру за за ней температура есть то есть такая небольшая может даже меньше там 30 градусов температура она потом сейчас пойдет на эту стенку то в общем то так в принципе технические состояния плиты вполне нормально вполне нормально следующий образец это будет плита датского производителя скамотек сейчас попробуем ее поплавить скамотек сейчас и это все так закончил я полить эту плиту прошло 4 минуты но вот визуально все те же самые пятнышки что я на предыдущей плите есть давайте посмотрим что у нас с температурой но могу так сказать что она тоже нагрелась нагрелась ну прям прям чуть чуть поменьше чем наш отечественный аналог вот в общем то в остальном все то же самое тоже температуру проводит поэтому здесь пока что тепловые показатели у нас одинаковые сейчас посмотрим что будет сбили с бельгийской плитой так погнали запускаем горелку вот так как плита более светлая сама в себе то цветовой оттенок сразу лицо изменилась но в целом это все допустимо то есть на нормально пока себя плита ведет первые секунды испытаний дальше будет видно как на нее что воздействует что закончил я полить нашего бельгийского друга тоже визуально пятно остался посмотрим на температуру температура ну аналогичная на той поверхности вот сзади плиты аналогичную то есть принципе по своим техническим характеристикам все эти плиты российского производства датская плита и бельгийская плита не все прошли тест все в общем-то показали достойные результаты разница очевидно большая она в ценовой политике то есть если импортные плиты в среднем лист где-то метр на 60 в районе там двух двух с половиной тысячи рублей пляшет в зависимости конечно от региона то плита российского производства ценник имеет в среднем где-то в районе от 1300 там до полутора тысячи рублей то есть здесь процентовка достаточно большая и если какие-то объекты делать с большим количеством используемого материала то есть теснот наш отечественный материал он вполне 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 себе достойно себя показал вот поэтому в ценовой политике конечно выигрывает отечественный аппарат что касается работы с остальными вещами но монтажники больше жалуют вот такую вот плиту датского производства то ибо она там не сыпется еще как-то вот в общем по каким признакам опять же каждый любит работать с определенным материалом специфичным но практика теперь показала что эти материалы они обладают одинаковой теплопроводностью в общем-то и все их можно использовать для коробов для потолочных проходок для всего всего ну и хотелось бы сказать что наш тест он конечно был достаточно условно потому как температуру я снимал только по своим ощущениям со стенки плит в общем-то это сугубо мое такое мнение дилетантская но вот по ощущениям все абсолютно идентично как это будет отражаться на в общем-то долговечности тут не могу сказать покажет только время и опять же все был практически ну по честному то есть четыре минуты каждую плиту ровно полили потом проверил в общем-то абсолютно аналогично так что дерзайте ищите в магазинах вашего города эти плиты кто хочет поддержать импортного производителя либо датская либо бельгийская плита кто за наших производителей вот пожалуйста силикат кольца очень хорошая плита все технические характеристики я прикреплю внизу под видео вы их посмотрите ссылки на производители тоже постараюсь разместить вот так всем пока с вами был александр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и